Играл во дворе и попал под обстрел. Восьмилетний житель Енакиева Андрей Дмитриев получил осколочное ранение, когда рядом с ним разорвался снаряд. Мальчика прооперировали, однако с постели ребенок подняться пока так и не может. О детях необъявленной войны Юлия Мишакирова. Андрей, не крепляйся. Андрей пытается рассмешить волонтеров, которые навещают его в больнице. Мальчику только восемь, а он уже перенес две операции. Врачи доставали осколки из позвоночника и легких. Ребенок попал под обстрел, когда играл во дворе своего дома. Я выскочила и увидела, что три челка пострадали. Женщина оторвала ногу, мальчику повредил пах, и ягодицы пришивали 20 лет. И вот Андрей, они вместе лежали возле нашего подъезда. Сейчас Андрей прикован к кровати. Из-за ранения у ребенка парализованы ноги, проблемы с почками и пищеварительной системой. Но у родных и врачей есть надежда. На днях мальчик начал чувствовать ноги. А значит, появились и шансы на выздоровление. Сказали, это все зависит от организма, от месяца до года. Семью Дмитриевых поддерживают неравнодушные люди. Помогают деньгами, медикаментами, продуктами. Но мальчику нужны новый курс лечения и инвалидная коляска. За помощью волонтера обратились в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Мы поможем маме с ребенком безопасно добраться из Янакиева в город Донецк. Кроме этого, мы купим активную инвалидную коляску, которая стоит порядка 20 тысяч гривен. Также у нас есть группа психологов, которые готовы помочь ребенку в психологической реабилитации. Под опекой гуманитарного штаба сейчас находится 20 детей, которые получили ранения под обстрелами или подорвались на минах. Сколько всего детей пострадало во время военных действий на Донбассе, неизвестно. Точные данные ни одна из государственных служб предоставить пока не готова. Юлия Меншакирова, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. Предупредить и сохранить жизнь гуманитарный штаб Рината Ахметова и компания ДТЭК презентовали новый информационный проект. На основе материала в ЮНИСЕФ штаб разработал брошюры и плакаты для детей и подростков. В них доступным языком рассказано, как вести себя в зоне боевых действий или при обнаружении взрывоопасных предметов. Информационные материалы большим пирожом будут распространяться в 70 городах Донбасса. Этот проект является составной частью большого проекта Рината Ахметова «Поможем детям». С одной стороны, нам нужно предотвратить беду, с другой стороны, нам нужно помочь пострадавшим детям. И достучаться до каждого ребенка, и показать степень опасности, которая его подстерегает. Дети становятся особо подвержены риску, потому что они часто не знают о последствиях того, что может случиться, не знают, как себя вести с этими предметами. И поэтому самое важное, мы считаем, в этой ситуации – это разъяснить.